Правила ухода за губами, которые сделают их молодыми и сочными Изменчивая мода постоянно требует от нас менять цвет и форму губ, и мы с удовольствием следуем ее капризам. Ведь каждый раз, покупая модную помаду, мы примеряем на себя новый образ и становимся чуть-чуть другим человеком. Но как бы ни увлекала эта игра, не стоит забывать, что вне зависимости от модных тенденций, неизменно является мода на естественную красоту губ, которая возможна только если их кожа остается гладкой, мягкой и нежной. К слову, узнавать много нового возможно с нашим каналом. Подписывайтесь! Итак, чтобы как можно дольше сохранить молодость и здоровье кожи губ, необходимо постоянно о ней заботиться. Поскольку здесь нет сальных желез, губы беззащитны перед капризами погоды, ультрафиолетовым излучением и плохой экологией. Первым шагом на пути к красоте губ является пилинг. Регулярное удаление мертвевших клеток при помощи щадящих средств вернет губам гладкость и их естественный цвет, а также поможет наносить декоративную помаду более ровным и тонким слоем. Специальные скрабы для губ можно купить в магазине. Они не требуют смывания, поскольку их жирная основа не только отшелушивает кожу, но и насыщает ее питательными веществами. Поэтому достаточно просто промокнуть губы бумажной салфеткой. Хороший эффект дает пилинг губ при помощи косметического вазелина или гигиенической помады. Нанесите их на кожу губ толстым слоем, дайте немного впитаться, а затем энергично помассируйте подушечками пальцев, совершая круговые движения. Или воспользуйтесь рецептом народной медицины и нанесите на губы засахарившийся мед на 5-10 минут. Массировать губы не нужно, по истечении времени мед можно съесть или смыть теплой водой. Результат от этих процедур виден уже через 2-3 дня. Не менее важный шаг в уходе за губами – их увлажнение. В составе как гигиенических помад и бальзамов, так и декоративной косметики для губ присутствует экстракт ромашки, масло авокадо или кокосовое масло, которые обладают увлажняющими свойствами. Но вот стойкие и матовые помады оказывают подсушивающее действие из-за содержания в них специальных компонентов для более длительного сохранения цвета. В зимнее время это становится причиной сухости губ и даже может вызвать появление трещин. Во избежание этих проблем откажитесь от использования такой помады в холодное время года. А чтобы сделать обычную помаду более стойкой, воспользуйтесь секретами профессиональных визажистов. Сначала нанесите на губы тонким слоем увлажняющий тональный крем, подождите 3-5 минут, промокните губы бумажной салфеткой и только после этого наносите декоративную помаду. Этот прием поможет дольше сохранить ваш макияж в первозданном виде. Выбирая в магазине увлажняющие кремы и бальзамы для губ, следите, чтобы в их составе было масло ши, которое удерживает влагу и экстракт алоэ, обладающий прекрасными увлажняющими свойствами. А для домашнего ухода рекомендуем вам регулярно делать маску из 1 чайной ложки жирного творога и 1 чайной ложки сливок. Наложите ее на губы, выходя за их природный контур на 1-2 мм, а через 10 минут удалите маску ватным диском, смоченным в теплой воде. Третье. Обязательное правило ухода за губами – это их питание. При его недостатке на коже губ могут появляться трещинки и морщинки. В состав промышленных косметических средств для губ входят масло какао, масло жужуба, миндальное масло, а также витамины А, Е и Ф. Такой состав обеспечивает кожу губ питательными веществами и помогает заживлять трещины. Для улучшения эффекта от их использования перед нанесением помассируйте в течение 3-5 минут сами губы и область вокруг них легкими постукивающими движениями при помощи ватного тампона, смоченного в теплом настое зеленого или черного чая. В домашних условиях можно приготовить питательный бальзам из 5 мл масла ростков пшеницы, 20 мл масла жужуба и 5 г пчелиного воска. Все компоненты поместите на водяную баню и, постоянно помешивая, дождитесь полного растворения воска. Готовый бальзам храните в холодильнике в плотно закрытой стеклянной посуде в течение 3 месяцев. Каждый вечер наносите его на губы, чтобы предотвратить появление новых трещин и вылечить уже имеющиеся. При необходимости можно наносить этот бальзам несколько раз в день. Визажисты советуют не использовать темную или яркую помаду, если у вас на губах есть ранки и трещинки. Это сделает их еще более заметными. Скрыть проблему поможет блеск для губ бежевых или розовых оттенков. Для того, чтобы постоянно иметь яркий цвет губ и не переживать, что ваша помада стерлась, сделайте контурный макияж. Специалисты подберут вам максимально натуральный цвет, а эффект от этой процедуры будет радовать вас в течение целого года. Поделитесь в комментариях своими способами ухода за губами. А если воспользуетесь нашими подсказками, с вас лайк и подписка. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные видео, которые помогут вам захранить красоту и здоровье. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok